Вот так вот, со слов. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, аминь, аминь. Вот, и дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую, вас благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа, вот, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надвижало бы нам спастись. Аминь. Вот, и вы, пожалуйста, тоже, Алексей Иванович, прочтите, вот, из 1 Тимофея 2,5 и начало 6 стиха, как раз это я заглавил, как раз вот именно вот это видео, этим местом Писания, Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Так в русском переводе синодальном говорится. И сейчас вот просил Алексею прочесть эту украинскую мову как раз. «Бо единый Бог, единый и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, який отдав себя для искупления всех. Таке было в свой час свечения». Аминь, 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 аминь. Свидетельство. Свидетельство, да, свечения, да. Вот так что, да, действительно, вот это свидетельство свечения истинное, потому как един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И вот, дорогие друзья, я продолжил сегодня в этом названии вчерашнюю тему, которую проводил «Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым только Богу?». Как раз я вот тоже рассуждал над Словом Божьим из истории, некоторые примеры приводил, такие, думаю, убедительные свидетельства тоже и своей жизни, и вообще свидетельство христианское. Вот, и для нас, христиан, важно, архиважно вообще, чтобы наша вера была не просто верой естественной, а чтобы она была верой сверхъестественной. То есть, чтобы она не была просто верой человеческой, а чтобы она была верой божеской, Божьей верой. И поэтому и в Слове говорится Божьим, имейте веру Божью. То есть, сам Господь, Он этим самым наставляет нас, чтобы мы имели веру не просто, вот, а бы какую веру, не просто, а бы как веровали, лишь бы веровали. Знаете ли, как один мужчина написал сегодня тоже там, вот я видел разные комментарии, вот, под видео вчерашними, сегодняшним призывом таким. И один там человек написал так, что лишь бы люди молились. А кому молиться, там, ангелам, Богородице, святым, там, значит, там, Богу, главное, молитесь. Ну, как бы, вот он такие вот свои мысли изложил, вот таким образом, как бы, да. И, знаете ли, многие так рассуждают, люди, вот, как бы, в этом мире, ну, молится человек, и молится, как бы, знаете ли, неважно кому, как, когда. Да, как, знаете ли, есть такие вот разные, допустим, там, даже и воззрения, там, на молитву, знаете ли. Но, святые отцы древности очень мудро на эту тему говорили, что молитва судится не по просто, там, словам, переживаниям, чему-то еще, а по плодам. Вот, значит, и плод, когда мы молимся к Богу, я так рассуждаю, мы имеем божеский плод, мы имеем плоды от Бога. Когда мы молимся к Богу, то мы имеем мир, радость, мир, праведность Божью. Мы вникаем в то, что один Иисус Христос есть, один за всех, и все мы за одного, что один Иисус Христос, он за нас пролил свою кровь. И поэтому он навеки стал ходатаем, посредником, первосвященником. Вот так вот. И эта заместительная жертва, она стала, действительно, жертвой всех жертв. Стала приношением всех приношений. Благодарю Бога за Божию, за эту святую кровь, Агнца Божьего. Аминь, аминь. Может, прочтете тоже как раз вот что-то из Слова Божьего, или у вас что есть на эту тему? Я хотел продолжить ту тему, яка была, ну, не вчера, а позавчера. Позавчера. Да, да. Как раз мы рассуждали насчет над Словом Божьим. Да. Праведность. Да, праведность Божью. И вот, ну, касательно того, что вот в заголовке написано, если мы веруем в Бога, да, и обращаемся к Богу законным образом, действительно, искренно, во имя Иисуса Христа, рассуждаем о теле крови Христа, то это, ну, скажу так, это не просто вера человеческая, это вера Божья, божеская вера. И тогда, действительно, человек, ну, я начинаю понимать, что во мне праведность Божья, что я спасен через веру в Иисуса Христа. Никто не мог меня спасти. Никто и не смог бы никогда меня спасти. Да и всех нас никто. В Библии много раз об этом говорится, что человек не может искупить, ну, даже себя, не говоря уже про других, в Ветхом Завете, допустим, была заместительная жертва, но она была бежевременная, постольку-поскольку, до следующего греха. Было ожидание, конечно, в народе израильском, было ожидание совершенной жертвы, было ожидание спасителя, избавителя, но когда он пришел к своим, свои не приняли. Но не все, правда, те, которые приняли, он дал им власть быть чадами Божьими, которые родились не просто от мамы, баб своих, а родились от Бога, новым духовным рождением. Слава Богу. Вот так, так что и будем рассуждать над Словом Божьим. Братья, приветствую. Денис. Кто у нас Денис? Склярский. А, Денис наш. Аллилуйя. А мы ждали тут. Слава навеки Богу Святому. А мы думали, будешь в студии сегодня с нами, Денис. Роман, брат. Слава навеки Богу Святому. Вітаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Поделитесь. Да? Отец Олесин. Ну, я хотел бы, ну, такое маленькое вступительное слово сказать, Ага. Слава Богу. Я хотел бы, чтобы даже вы сказали, что есть какой-то штамп у людей, что православная церковь, вот, яка она сейчас, она была, завжди была такой. Ага. Это именно была реформация, именно была реформация, где люди, православные люди, молились только Богу и поклонялись Богу в духе и в истине. И это было, наверное, 150 лет. Ну, это я бы в вашу, в ваши пинаты так стрию, будь ласка, чтобы вы коротко сказали, перед тем, как я буду читать, чтобы этот, ну, как сказать, штамп, был разрушенный в людях. Да, на самом деле, вот этот стереотип, значит, он должен быть разрушен. Вот, кто помнит, кто подключался, может, Роман, Леденица, или кто есть братьев, кто подключался ранее, в предыдущих, значит, вот, ноября месяцы, как раз, этих прямых эфирах, так вот, там я говорил про патриарха Кирилла, помните, да, не московского, но не здравствующего, не, не, но, но, про другого Кирилла, про Кирилла Лукариса. Патриарх Кирилл Лукарис, тот самый патриарх, восточный вселенский патриарх, который через сто лет после Лютера, в начале уже 17-го столетия, поднял знамя реформации на православном Востоке. Так вот, и патриарх Кирилл Лукарис опирался, конечно же, на определенный опыт в восточной церкви. То есть, на самом деле, в православии не всегда было все так, как вот сейчас мы это видим. И вот тот период, о котором отец Алексей сегодня как раз упомянул сейчас, иконоборчество, да, значит, обычно именуемое, это не что иное, как именно действительно попытка реформации и сверху, и снизу, то есть, и от патриархов тогдашних, епископов известнейших, Фомаклав Диапольский, Константин Накалийский и другие церковные деятели, а также и снизу, от простого народа. Это пробуждение, которое было и в столице в Константинополе тогдашнем, и в других городах по Византии. И Бог совершал чудеса, и это действительно, ну, разве не чудесно, если в стране тогда вот такое преобразование начиналось огромное, когда вертикали, я повторяю, помните, да, вот в предыдущих выступлениях, что когда вертикаль власти, она ярко выражена, тогда очень многое зависит от того, кто наверху. Ну, неважно, религиозное это или же светское устроение, государственности, допустим. Но чем шире горизонталь, демократическая форма, как мы ее называем сегодня, народовласти, да, то ярко выражено, то тогда уже не так принципиально влияют грехи или праведность вышестоящих людей. Значит, и вот как бы отцы-основатели США, допустим, в свое время, они пытались найти такой баланс, как бы, такой республиканский, как мы сейчас его именуем, стереотип, республиканская форма правления, когда не чисто демократическая, как вот сейчас принято считается, когда люди могут голосованиями изменять все, что хочешь абсолютно. То, что сегодня белое, завтра можно большинством проголосовать, и будет черное-то называться. А черное завтра можно назвать белым, допустим, да? К примеру, это чисто демократический, такой греческий, эллинский, римский подход. Но республиканский подход именно, который вот именно отцы-основатели США заложили в основу тогда новой страны, новой нации под властью Бога, она была уникальна, эта история. Эти отцы-основатели, опираясь на Библию, и опираясь на, как Джордж Вашингтон говорил, что невозможно нации справедливо управлять без Бога и Библии. И было заявлено, что даже если подавляющее большинство населения будет голосовать против Библии, это нельзя в счет принимать, потому что Слово Божье, оно непререкаемо, оно высший авторитет. Аминь, аминь. И вот есть вещи, которые нельзя людям никогда абсолютно над властью Бога изгаляться, выше себя Бога поставить, невозможно. Должны люди осознавать, что мы под властью Бога. Вот тогда лишь возможно народоправление. И вот в том древнем мире, действительно, в Византии в 7-8 столетии, в 9 столетии были, да, вот такие периоды, когда церковь православная оживала, возвращаясь к своим корням, к истокам веры. И там тысячи мощей, фрагментов умерших тел, и целиком эти умершие какие-то, выставлявшиеся уже к тому времени на показ, на обозрение, на поклонение. Ну, знаете ли, идолопоклонство, оккультизм религиозный. Эти тысячи фрагментов тел и умерших этих мощей были преданы торжественно погребанию на христианских кладбищах. Вот, образы были убраны, или, допустим, как у нас есть сейчас образ, вы видите, да? Значит, но, чтобы не было почитания этих образов, чтобы они были лишь как иллюстративно, как вот Папа Римский, говорил в те времена, что как Библия для неграмотных, как бы, значит, там иллюстрация, допустим, какая-то, но ни в коем разе не предмет для поклонения, почитания. Вот. Вот так вот. Так что и Кирилл Укарис уже в 17-м столетии, начало, ну, в конце 16-го, начало 17-го столетия, он как раз, в общем-то, опирался на уже опыт, да, вот то, что сегодня называют, ну, то опыт реформации византийской, которые сегодня называют обычным временем иконоборчества. Вот. Так что, дамы и господа, хотя православие сегодня обычно ассоциируется, да, значит, знаете ли, с иконами, мощами там и прочими. Кстати, я помню в аэропорту, там женщина одна, значит, полицейская, чернокожая, видит, что я в рясе, она католик, я говорю, ну, говорю, Russian Orthodox она, вау. А она задумалась, другая женщина задумалась и говорит, а, икон! Я говорю, ну, икон, Jesus Christ, суперстар, говорю, Jesus Christ. Начало объяснять им, что, значит, не через посредство иконам к Богу обращаемся, а к Богу непосредственно обращаемся, к Богу. Вот так вот. Вот. Так что, да. Ну, надеюсь, моего английского хватило, чтобы их убедить в том, что Бог, живой Бог. Jesus is alive. Да. Слава Богу. Jesus Lord. Lord. Аминь, аминь, аминь. Вот так вот, дамы и господа. И сегодня, вот, вообще, вот в этом году, в 17-м году мы говорим о реформации много, потому что этот год вот в Украине, в частности, да и, в общем-то, так вот, по всей земле воспоминается именно как год 500-летия со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Пять столетий назад действительно совершилось чудо, и завершился многовековой период Великой деформации, деградации церкви. И начался период Великой Реформации, то есть восстановления, покаяния, исправления церкви. Вот. Пусть Бог благословит нас в этом, друзья. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас. Так что, да, и учение, вот, пожалуйста, библейское учение для нас, это архиважно. Слушайте, вот мы христиане, допустим, там, хоть православные, хоть протестанты, хоть католики, неважно, как мы там именуемся, неконфессиональные, там, позаконфессиональные, внеконфессиональные, какие бы не были бы мы. Вот, какой мы юрисдикции, там, значит, конфессии, организации, динаминации, не то важно. Очень важно то, чтобы мы были христианами евангельской веры, библейской веры, чтобы мы действительно строили на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. И тогда все здание будет слагаться, строясь гармонично, в один святой храм в Господе, где основанием Христос и куполом является сам Иисус Христос. Аминь. Мы разбираем Слово Божие с точки зрения благодати и с точки зрения правильности. Я продолжаю. Благодати и правильности. Почему именно так важливо правильность? Мы, написано, что мы сонаследники Иисуса Христа. Мы имеем спадок. Бог дав Иисусу Христу своему Сину спадок. А мы спим спадкоемцы. Представьте, какой спадок. Наследство, то бишь. Який Бог-Отец спадок дав своему Сину. Это Аллилуйя. А мы с вами спим спадкоемцы. Это просто, ну, слава Богу. Слава Богу. И вот, чтобы, ну, как сказать, получить этот спадок, чтобы этот спадок нести Слово Божие, чтобы, надо верить в то, что, как верить Бог. Как каже Бог про нас. Как каже Бог. И правильность, это основа. Основа Иисус Христос. Иисус Христос. Даже в Старом Завете, допустим, пророки, они пытались от единого камня, духовного, который есть Иисус Христос. Он тогда еще не воплотився. Но он уже, и они пытались, и вот, чтобы пытаться, вот Иисус Христос, Он уже прийшел, Он сделал свою работу. Вот мы, христиане, народжене с горы любые конфессии, которые принадлежат до церкви Иисуса Христа, мы должны жить этим. И вот, чтобы принять этот спадок, я вам скажу, что с позиции греховности не можно ничего принять. Если вам говорят, ты грешный, ты грешна, ты грешный, ты грешна, и это входит в вас, и делает свою работу, и человек просто, это просто сгибает хребет, вот священники, если можно так сказать, или проповедники, они сгибают хребет людьми. Людина не может выпрямиться. С позиции греховности не можно. Ни стиление принять, ни благословение. Потому что нет веры в доброту, и благословение Бога. Да. В то, что Он за нас. И вот представьте, человек, который не знает истины, не знает, что Бог любит. Все грешила. Она борется с грехом. Дьявол, дьявол ее просто терзает. Ты грешный, ты грешный, ты себя грешил. И она еще боится Бога, что Бог накажет. Да. И так и Бог. Представьте, куда человеку дается. А если есть понимание, что Бог за тебя, всегда за тебя, то тебе только сражаться с дьяволом. Ты только получишь победу. Аминь. И вот это основание, это Иисус Христос. А второе, это праведность. Если мы не осознаем, что мы праведны, то нет, на что опереться. Это как болото. Нет. Как же сражаться? Как же сражаться? Как отримать перемогу, если ноги грязнуть в болоте и идти вниз? А когда ты стоишь на основе праведности, ты праведный. И знаешь, что Бог написал, ты знаешь, кто ты в Христе Иисусе. Мы завершена работа Иисуса Христа. Представьте, больше ничего не добавить. Больше ничего. Деяки думают, я чуть-чуть помочь, я 40 дней попощусь, помолюсь и так далее. Я что-то добавлю. Нет. Благодать – это принятие. Это принятие. Это не исполнить закон, а принять те, верою принять те, что уже сделал Иисус Христос. И тогда в людини, растут крила. И тогда человек понимает, что для него ничего неможливого в Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Именно в Иисусе Христе. Если надеяться на себя, я сам ничего не могу. Сам ничего не могу. Апостол Павел даже пишет, хочу сделать доброе, а получается поганное. Это закон. Это закон. А если с Иисусом Христом, это слава Богу. И вот, так сказать, у нас есть такая, что скиденность забывать. Потому что вера от Слова Божьего. И просто надо это то же самое, человеку, нам и самим себе напоминать. Я праведный. Я праведный. Я праведный. И вот, ну, не просто напоминать, что я праведный, а знать, где это написано. Где это написано и верить в это. Верить. А вера от Слухания Слова Божьего. И вот мы Римлянам читали, теперь будем послание к Галатам. Читать, будем разбирать Слово. Мы для того, я очень люблю разбирать, именно Слово разбирать. И прославление люблю, и молиться, но самое большее. Так. Послание к Галатам. Святого апостола Павла. Павло, апостол, обранили людьми и не через людину, но Иисусом Христом и Богом Отцем, который воскресил его из мертвых, и все братья, которые со мной, церквам Галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы позволить нас от современного лукавого света. Галилуя. Вы представляете, вот мне только что пришло, Павло пише, от современного лукавого света, тогда уже был лукавый свет. Что сказать сейчас, про сейчас, про сегодняшний свет. С воли Бога и Отца нашего ему слава на веки веков. Аминь. Аллилуйя. И вот мне подобается это эмоциональное послание апостола Павла до Галатийским. И вот Евангелия Благодатий, так быстро переходите до Евангелия Закона. Евангелия Закона не имеет. Есть только Евангелия Благодатий. Вот. Тут, если простою мовою, нехай будет проклятый. Как мы раньше говорили, так и теперь еще говорю, кто благовестит вам не то, что вы приняли, нехай будет анафема. Чи у людей я шукаю теперь благоволение, чи у Бога? Чи людям я прагнув догаджати, если бы я теперь догаджал людям, не был бы рабом Христовым. Сповещаю вам, братя, что Евангелие, которое я благовестил, не людское, бо я принял его и научился не от человека, а через откровение Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Через откровение Иисуса Христа. Аминь. Ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав церкву Божу та руйнував її. І перевершивав у юдействі багатьох ровесників моих у роді моєму, будучи надмірним ревнителем батьківських моих предань. Ви думаєте, що-нибудь змінилось з того часу? Ні. Деякі теж руйнують церкву через предання. Коли ж Бог, який обрав мене від утроби матері моєї і покликав благодатью своєю, благозволив відкрити в мені сина свого, щоб я благовістив його язичникам, я не став тоді йти і радитися з плоттю і кров'ю. І не пішов у Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов до Аравії і знову повернувся у Дамаск. Я не став учиться у тих апостолів, які вже знали відкровення. Відкровення мені Бог дав. Потім через три роки пішов я до Єрусалима побачити Петра і пробув у нього днів 15. Іншого за апостолів не бачив нікого, тільки Якова, брата Господнього. А те, що пишу вам, як перед Богом не обманюю. Потім я пішов до країн Сирії, Киликії. Церквам Христовим в Юдеї я особисто не був відомий. Вони лише чули, що той, хто гнав їх колись, тепер благовістить віру, яку раніше знищував. І славили Бога за мене. Потім через 14 років я знову пішов до Єрусалима з Варнавою, взявшись з собою тита. Пішов вже за відкровенням і виклав їм особливо знатнішим благовістування, яке я проповідував язичникам. Чи бува не даремно, я тружусь або трудився. Але вони тита, який був зі мною, хоч і Еліна, не примушували обрізатися. А перед вже братями, котрі потай прийшли підглядати нашу свободу, яку ми маємо у Христі Ісусі, щоб відкорити нас, ми ні в чому не поступилося і не скорилося, щоб істина благовістування зберігалась у вас. Ви всі послання до Галатію багато разів читали, я не буду, я буду отдельними містами, буду кое-що пропускати. Ну, що тут? Апостол Павел пише, що я пішов до Єрусалима і просто спросив, чи то я проповідую? Ви думаєте, ну як це, апостол Павел і тут пішов і спросив, чи то я проповідую? Тут давайте вспомнимо Йоанна Хрестителя, як Йоанн Хреститель, який хрестив Ісуса Христа. І він спрашує, чи ти той, який має прийти? Апостол Павел був людиною, такою, як і ми. В нього були деякі сумніви, він про це пише. Ну, слава Богу за нього. Халілуя. Халілуя. Так. Так. Тепер. Тепер. Ось що. Але вони й ти, який був зі мною, хоч і Еліна не примушували обрізатися. А перед вже браттями, котрі потай прийшли підглядати нашу свободу, яку ми маємо у Христі Ісусі, щоб підкорити нас. От ми маємо свободу у Христі Ісусі. Ісус Христос дав нам свободу. Релігія постійно хоче нас підкорити. Так що будьмо уважні. Ми ні в чому не поступилися і не скорилися, щоб істинна благовіствування зберігалась у вас. І у знаменитих будь-чим, якими б вони не були колись, для мене немає нічого особливого. Бог на особу не вважає. Слава Богу. Апостол Павел каже, що самі знамениті імена у християнстві, вони теж люди. Навпаки, побачивши, що мені довірано благовісті серед не обрізаних, як Петрові серед обрізаних, бо той, хто сприяв Петрові в апостольстві обрізаних, сприяв імені у язичників. І довідавшись про благодать дану мені Яків, Кифа та Іоанн, визнані стовпи подали мені руку єднання, щоб нам йти до язичників, а їм до обрізаних. Тільки щоб ми пам'ятали про вбогих, що я намагався виконувати ретельно. Коли ж прийшов Петро до Антиохії, то я особисто протестав йому, бо він заслуговував на нарікання. Бо до прибуття деяких від'яков він їв разом з язичниками. А коли ті прийшли, він почав таїтися та відсторонюватися, побоюючись обрізаних. Разом з ним лицемірили інші ідеї. Так що навіть Варнава пристав до лицемірства їхнього. Про що тут пишеться? Петро прийшов до Антиохії. І їв з язичниками. Насвободився благодатью Христовою. Він бачив, що не в іудействі, а в чомусь іншому, а в Христе. Бог і євреїв, і язичників спасає однаково. Незалежно від обрядів, традицій. А потім, коли прийшли братья, інші івреїв, він сказав, що не обрізуйтесь, ви що, суботу не збільняєте? Він там сальто збільшов. Вийшов. І апостол Павел його облічив. Він почав відсторонюватися і так далі. Бо до прибуття деяких від Яков він їв разом з язичниками, а коли ті прийшли, він почав таїтися та відсторонюватися, побоюючись обрізаних. Разом з ним улицемірили інші юдеї, так що навіть Варнау пристав до лицемирства їдня. Коли ж я побачив, що вони діють неправдиво щодо істини Іванівської, я сказав Петрові перед усіма, якщо ти будучи юдеєм живеш по-язически, а не по-юдейськи, то навіщо примушуєш язичників жити по-юдейськи? Ми за природою людей, а не грішники з язичників. От нас дізнавшись, що людина виправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. І ми ввірували в Христа Ісуса, щоб виправдитись вірою в Христа Ісуса, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Ще раз, брати та сестри, ділами закону не виправдається ніяка плоть. Ми виправдуємося вірою. Тільки вірою. Ісуса Христа. Слово Боже, треба брати все. Тому що ага, зараз деякі візьмуть і ага, віра безділ мертва. І ділами закону не виправдається ніяка плоть. В ефесянах написано, що Бог призначив, щоб ми творили діла, які наперед він призначив. Ми читали Галатам 2 глава, а тепер і ефесянам послання 2 глава. Бо благодатью ви спасени через віру. І це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Не через діла. Бо ми його творення створене у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. Бог дає нам виконувати добрі діла. Він дає і хотіння, і дійства. Амінь, амінь. І хотіння і дій. Ну це не те, що от я ще зроблю деякі діла і цим я сподобаюсь Богу. Бог каже, ні, ти мені вже все, ти вже мені подобаєшся. Ти приймай благодать, насолоджуйся. І слухай, що я буду тобі казати. І роби діла ті, що добрі діла, що я кажу. І хотіння і дій. Добре. І написано, добре охотно даючого любить Господь. Действительно, да. І коли ми спасені, приняли Божьє спасення, Божя милость, Божя благодать, Божя праведність во Христе Ісусі, то наші діяния, вони совершенно іншого качіства. А не Божьі діла, які Бог нам предназначив исполняти на самом деле. Те діла. Це совершенно не то. Даже, кстати, неверуючі люди замечають, даже далекі від религії люди замечають такую вещь, що чоловік, которого хвалять, которого принимають, над которим не стоять, не манипулирують, а вот именно в нього верять, его любять, его уважають, то такой человек, он даже в коллективе будет больше работать, больше будет отдача от него і польза буде. І Бог, він действительно в нас верить, нас любить, очень высоко ценить, высоко очень сильно і уважає. І віддав свою життя за нас, свою кровь пролив за нас. Поэтому, действительно, скажу так, мы поистине счастливчики, везунчики с вами. Счастливчики в том, и везунчики в том, что действительно есть у нас Бог. Мы знаем, что есть Бог, и что Бог наш есть любовь, и что Он любит нас, и Он простил нас, спас нас. Как такого Бога не любить вообще, и как не делать дела, которые Он предназначил нам исполнять в любви, знаете ли, да? Потому что Он простил меня и то, что было, и то, что есть, и то, что будет даже. И день смерти моей, и день врождения моего пред Его лицом. И Он принял меня и благоставил меня всяким благоставением в небесах. Это действительно благая весть, знаете ли, Евангелие настоящее, не худая весть, не превращенная, как вот там отец Алексей сегодня как раз цитировал. Знаете ли, превращенное какое-то Евангелие, знаете ли, иное благовествование. Вот, а настоящее, истинное благовествование, вот, Христово Евангелие, не просто какое-то церковное Евангелие, там, религиозное какое-то, знаете ли, православное, там, или иудейское, там, или католическое, или протестантское. Нет, оно Божье Евангелие, Божье Евангелие, Божье Слово. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Вот, и, знаете ли, вот, действительно, ой, когда человеку открывается Божья любовь, то ему даже и в голову не придет, зачем молиться кому-то еще, искать кого-то еще вообще, нет. Это совершенный Бог, он абсолютно совершенно заполняет наше естество, и он совершенно удовлетворяет нас, он совершенно великий Бог, действительно. И такого Бога познавать в великой честь. Слава Богу. Слава Богу. Продолжим? Да, продолжим, конечно же, продолжим. Если же мы, не шукаячи виправдания в хресте, сами выявились грешниками, то уже Христос, служитель греха. Аж никак. Бо, если я снова строю то, что я уничтожил, то сам себя делаю злочинцем. Законом я умер для закону, чтобы жить для Бога. Я спів розп'явся Христови. Спів розп'явся Христови. Это опять закон ототоджения. Закон ототоджения. Злиття с Иисусом Христом. Аминь. И, как в прошлый раз я сказал, когда мы читаем, и это говорим, я спів розп'явся с Христом. Аминь. Слово Божье діє. Я мертвый для греха. Я мертвый для греха. Да, я мертвый для греха. Аминь. Слово Божье діє в нас. Аминь. И эта внутренняя энергия Слово Божье изменяет нас и дает нам силы не грешить. Аминь. Потому что грех, ну, одна справа, когда хочется, а ты не делаешь, а боишься, потому что Бог нам каже. А друге дело, что когда не хочется грешить. Аминь. Вот то благодать діє. Настоящая, настоящая благодать. Как она действует? Она действительно не просто, это не Бог с дубинкой какой-то, знаете ли, с плеткой такой, такой злой такой, бабай такой стоит, значит, сидит, значит, он и значит. Не-не-не, Бог не такой. Благодать действует так, что она действует вот и в нас, и через нас. Эта сила не грешит, но это не наши потуги, не наши усилия, а это Божье деяние в нас, деяние любви. Совершенная любовь изгоняет всякий страх вообще. Аминь. Аминь. Читаем дальше послание Галатам, вторая глава, уже конец второй главы. Внимание. И уже не я живу, а живе в мене Христос. Аминь. Уже не я живу, а живе в мене Христос. И вот это Слово Божье робит свою работу и изменяет меня. Аминь. Аллилуйя. Кстати, еще отцы церкви древние тоже говорили, что вот почему именно вот эти писания вот мы признаем каноничными, да, Богу вдохновенными. Еще почему? Ну, там понятно, да, что вот отцы рассуждали в древности еще, вот они, потому что эти писания, они известны от первых поколений еще верующих сохранились. Да, это хорошо, да, их почитало все христианство по всей империи, там, значит, там, где бы ни были бы эти общины, когда выходили из-под поля уже, свобода была объявлена, то с удивлением обнаружили, что эти же места писания, эти писания, они известны, ну, всем общинам. Не просто локальным каким-то отдельным группам верующих, вот, в отличие от апокрифов. Но еще также отцы рассуждали, знаете, над чем? Что вот именно деяние, действие Слова, любое апокрифическое, возьмите, там, подложное Евангелие какое-то, подложное послание, подложные какие-то писания, они производят, ну, страх, ну, что-то еще могут произвести, значит, да, ну, там расширяются, значит, какие-то познания, не знаю. Но, а что мне с того, вообще-то, знаете ли, а что мне с того? Вот, но Божье Деяние, Божье Слово, оно производит Божье Деяние в нас, оно действительно совершает Божье чудо. И вот то, что сейчас отец Алексей сказал, это действительно один из критериев, почему я знаю, что это именно Божье Слово. Еще и потому, что оно вот такое чудотворение совершает в моей жизни. Когда я говорю Слово это, я верую в Него, это Слово, да, я провозношаю это Слово Божье, оно совершает великое деяние в моей жизни и через меня. Это Слово Божье живо и действенно. Много всяких слов хороших на земле. И действительно, Божье откровение порой и там, и там, и там оно, ну, является. Но здесь концентрат этого откровения Божьего Слово именно. Аминь. Будь внимательнее. А что ныне живу в плоте, то верою живу в Сина Божого, який полюбил меня и отдав себя за меня. Не откидаю благодати Божией. А если вы правдание через закон, то Христос даренно умер. Третя глава. Апостол Павел говорит, я вам так проповедовал, так намалював Христа, ну, так, так рассказал про Него. Что вы, вроде, вот, бачили, вот, вот, себе в церкви, он тут распятый. Вот. Кто вас слабил из этого Евангелия, просто, ну, звернув из Евангелия благодати. Вот я только хочу знать от вас. Чи делами закону вы виправдали, вы прийняли Духа, чи через навчание в Вире? В Вире. Не уже вы таки нерозумные, что, начавши Духом, закінчуете тепер плоттю. Ну, да. Вот я хотел бы тут чуть-чуть остановиться на цьому. Одне только хочу знать от вас, чьи делами закону вы прийняли Духа. Хочу знать от вас, чьи делами закону вас помиловал Христос, что вы таки хорошие. Ну, нас помиловал, не делами закону, не делами закону. Мы уверовали в Иисуса Христа, уверовали и покаялися, уверовали в Его, прийняли Его праведность и прийняли Духа, Духа Святого. Аминь. Так, много претерпели вы и не уже даревно. А коли б только даревно, тот, кто подает вам Духа и делает между вами чудеса, творится делами закону, чи через навчание в Вире? Через навчание в Вире. Через навчание в Вире. Аминь. Аминь. Так, Авраам поверил Богу, и это поставилось ему праведность. Аминь. Авраам, отец нас поверил, поверил Богу, и Бог сказал, что ты праведный. Отже, знаете, что те, кто верит, кто верит, есть сыны Авраамовы. Мы, сыны Авраамовы, поверили, именно поверили. Так Авраам поверил Богу, и это поставилось ему праведность. Что нам поставилось праведность? Вера. Вера. Мы тоже поверили Богу. Аминь. Именно вера. Не дела закону. Не из-за того, что мы такие хорошие. Да. И вот... Не то, что исполняем законы, правила, религиозные. Правила, постимся, там, в храм ходим, значит, даже если брать православный закон, допустим, даже если взять, современный, допустим, да? Как многие говорят, вот как вот, вот в храм хожу, праздники соблюдаю, значит, там, посты, значит, гови, напью на курю, ну, там, как бич-меч, значит, там, причащаюсь, значит, гови, да, там, раз, там, в год или раз, там, в полгода. Вот как бы минимум такой уже есть определенный, но это, оно на самом деле не даст, ну, не спасение, не благодати, истинный, только подложные всевозможные. Вот почему, вот вопрос такой, нельзя молиться ангелам, умершим, святым, только Богу. Почему? Потому что любая подделка, если это и есть подделка, знаете ли, она все равно, ну, боком выйдет. Даже если, допустим, примеру, вот такие эксперименты проводили, некоторые товарищи брали и специально жили, допустим, ну, какие-то месяцы, может, год даже, на, чисто на фастфуде, допустим, да, без нормальной еды, только перекусами. К чему это приводило? Конечно же, к заболеваниям, вот, ну, знаменитая пирожковая болезнь, значит, там, значит, студенческая наша, да, значит, там, значит, там, как бы, и все, все у нас там студенты были с гастритами, там, все на всем мучились, потому что уже первый курс еще ничего, нормально, как бы, второй курс еще училище нормально, а третий, четвертый уже все больные были у нас уже. Вот так вот, значит, и представьте, есть здоровая вера, есть больная вера. Здоровая вера от здорового слова. Здесь все, здесь и борщ тебе, и, значит, и все себе, и мясо, и все, вот, значит, здоровая пища. Вот, а вот, и когда человек обращается к Богу, он действительно, ну, вкушает здоровую пищу для своего внутреннего человека. Когда он обращается, помимо Бога, кому-то еще, знаете ли, он ищет кого-то еще на стороне, то это, как при любодеянии сравнивается с Библией. И ничего хорошего не может дать, это только лишь, ну, больная вера рождается. Вот так вот. Будь внимательным, мы читаем Балатом, сейчас третья глава. Да. Послание апостола Павла. И Писание предотвращает, что через веру Бог выправдает языков, передствовало Авраамову, в тебе благословлятся все народы. Все народы, аминь, аминь. Вот же те, что от веры благословлятся зверным Авраамом. Аминь, аминь. А все те, что утверждаются на дела закону, перебывают под проклятием. Ой-ой-ой. А они как иначе? То есть вот, жизнь и смерть. Да. Либо благодать, либо проклятие. Либо проклятие. Поэтому выбор невелик. Да. Жизнь или смерть. Поэтому Бог говорит, выбери жизнь. Зачем тебе помирать? Даже в Старом Завете. А в Новом Завете наипаче. В Новом Завете он уже не образами говорит, а уже лицом к лицу с нами, через Иисуса Христа. Аминь. Бо написано, проклятие всяких, кто не выполняет постельно все, что написано в книге закону. Ой-ой-ой-ой. Ну да. Это если вот про тот закон говорится, который в Библии описывается, да? Значит, а какие же несчастны даже те, которые даже не этот закон, а церковные законы всевозможные, пытаются законами угодить Богу, значит, как бы иметь жизнь вечную. То есть это тупиковый ветвь. Все. Это как бы, ну, это путь в никуда, на самом деле. Есть один путь, Иисус Христос. Путь жизни, я имею ввиду. А путей в погибель полно. Вот, значит, путь жизни один, Иисус Христос. Так что, тут написано, что надо выполнять постельно весь закон. Не только одну заповедь. Не только одну заповедь. А кто хочет выполняться законом, надо постельно... Ну, это утопия. Это неможливо. Неможливо. Неможливо выполнять. Едина людина, которая выполнила весь закон, это был Иисус Христос. И этого убили. Да. Знаете ли, все равно, на самом деле, любой человек, знаете ли, даже ты будешь... Я говорю к тому, и того убили, а к тому, что даже человек, исполняя весь закон, все равно, он не только перед Богом, но он даже перед людьми. Он все равно будет под проклятием. Все равно. Лишь один есть благословенный путь, действительно, путь жизни. Это сам Спаситель наш. Аминь. Поэтому, всякий написано, кто призовет имя Господне, спасется. Вот. И на кого нам ищупать? Только на Бога, святого. Я думаю, что Бог ждал, пока хоть одна людина выполняет, чтобы начался час благодати. Надо, чтобы хотя бы одна людина выполнила весь закон. И вот, когда Иисус исполнил закон, чтобы искупить подзаконных, вот, тогда начал научился час благодати. Слава Богу. Да, слава Богу. Хорошее слово, да. А что, с законом никто не выправдается перед Богом, это понятно. Иисус исполнил закон, потому что праведный, вероя живет и будет. Мы живем чим? Мы праведный, вероя, вероя, вероя. Мы живем вероя. Закон не от веры, но кто выполнил его, тот живет и будет ним. Христос откупил нас от прокляття закону, ставши за нас прокляттем, бо написано, проклятий всякий, кто висит на дереве. Чтобы благословение Авраамове через Иисуса Христа поширилось на языковых, чтобы нам вероя принять обетницу Духа. Обетницу Духа. Да. Мы вероя приняли. Чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса поширилось на языковых, то есть на нас. Аминь. Чтобы нам вероя принять обетницу Духа. Прошлый раз кто-то спросил у вас про благословение финансовое. Да, да. Да, вы сказали, что Авраам не был финансово обетным. Я вам скажу, давайте честно будем честно сами с собой. Мы же не прийшли до Бога, чтобы обманываться. Люди, если не хватает финансовых средств, больше думают про финансы, чем у тех, которые есть. У тех, которых нет денег, они больше думают про деньги, чем у тех, которые есть. Так что, а почему именно, почему благословение Авраамовое? Почему не благословение, там, благословение, там, Давида, Соломона, там, другого, третье, почему именно Авраамовое? Потому что Авраам был богатый, Авраам живет верой, в Авраама было великое наследие, Авраам был защищен Богом. Он, представьте, был так защищен Богом, что вот там, когда напали на него на лота и там забрали в полон и так далее, он взял там 300 своих христиан, догнав цих 5 царей. Короче, размолотив их, забрал все, забрал все. Вот представьте, он, допустим, если там собираются, злые люди ей говорят, давай пойдем войной на Авраама. На кого? На Авраама? Да нет. Его бог защищает. Насколько его, ну, насколько он был благословен Богом, что его просто боялись даже, просто благодать Божия, слава Божия была на нему. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. И вот, даже когда он вел себя не очень хорошо, бывало такое, да, то Бог все равно не переставал его защищать, благоставлять, вот этот образ тоже. И он еще из язычников, помните, да? Вот так вот, он вышел, он был назван евреем, но это попозже уже. Вот, так же это образ для всех, и для уверовавших из обрезанных, и из не обрезанных, из язычников или евреев. Вот, и неважно, какая кровь в твоих жилах течет, как говорится, белая косточка, голубая кровь или как-то еще. Я даже братьям говорю, хотите прочитать о родословной моей, хочу почитать о своей родословной, и открывая Библию. Вот, я вижу, вот мои родичи, вот моя семья, вот действительно мой корень. Так что, вот так вот, мы вместе с Авраамом благоставлены на самом деле. Вот, и блаженные, действительно, этой верой Авраамовой погружаемся в Бога, и Господь погружается в нас. И вот это благоставленное, мы познаем Его, Он познает нас. Что может быть лучше вообще на земле, вообще, на этой земле? Ведь это ж не только, это ж на земле благоставение, слушайте, это как бы преддверие, увертюра, как бы вступление в вечность, в вечную благодать, в вечное благоставление. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, братья, говорю за рассудом людским. Навіть затверджено людиною заповеду, никто не скасовывает и не додает до него ничего. Но Аврааму было дано обетнице и семени его, не сказано и нащадкам, то есть про многих, а как про одного, и нащадкам твоему, который есть Христос. Благословение Авраама не через плоть передается, а только через Иисуса Христа, через Мессию, который действительно есть в его семье. Я говорю про то, что завету про Христа, ранее утвержденного Богом, закон даний через 430 лет, не скасовывает так, чтобы обетница потеряла силу. Вот. Завет про Христа, ранее утвержденный Богом. Закон даний через 400 лет. Завет про Христа, завет Авраама, что в тебе благословляются все народы. Вот это завет про Христа. И потом пришел закон, но закон не отменяет обетницу. Апостол Павел пишет. Да, закон заперечивает обетницу Божией, аж никак. Бо коли б данный закон мог бы животворить, тогда, воистину, правильность была бы от закона. Закон хороший, но он не дает життя, он не животворит. Но Писание всех замкнуло под грехом, чтобы обетницу Дану было верующим за их верой в Иисуса Христа. И до пришествия верой мы были замкнены под охраной закона. До того времени, как належало открыть веру. Поэтому закон был выхователем, который привел нас до Христа, чтобы нам выравниваться верой. По-российски. Детоводителем Христа. Да, детоводителем. Когда же пришла вера, мы уже не под вихователем. Бо все вы, Сыни Божьи, через веру в Христа Иисуса. Аллилуйя. Я, Сын Божий, через веру в Иисуса Христа. Я тут повинен остановиться, я расскажу, как я это понимал. Потому что, некоторые думают, ага. Бог всесильный. И почему? Наш был этот закон. Наш это так было, это так сложно. Бог может все, но не может все переступить через свое слово. Вот видите, Иисус и слово. Слово впереди. Бог не может переступить через свое слово. И вот, коротко.